картина вот короче говоря кто то бабло отбивает на откатах в американской оборонке есть даже фильм такой старый уже девяностых годов не помню точно как назывался про создание американского бронетранспортер да что такое кто там бегает наверху про создание американского бронетранспортера брэдли очень смешной комедия такая рекомендую посмотреть москвы качестве визгеребанил края птичка или нет это просто книжка по моему Ну-ну-ну. Так, ладно. Что-то давно врагов не было. А, я понял. Это та дверь. Охранник. Что у нас здесь есть? Не хочу по кровищам ходить. Здесь у нас еще офиса. Давайте заглянем. Может, тут усилитель где-нибудь лежит. Хотя, что бы ему тут делать? Потенциал. Хорошо. Твою мать! Ну какого хера? Вот так надо со страхами бороться. Не как в амнезии тихариться в угол, а кидать туда гранату. Я думаю, всем, кто хочет тебя напугать, это очень понравится. Так, ну что? Блин, ну давай, давай, ну. Ну, ну. Блин, да. Не пройдешь. Это этот опять ниндзи невидимым, похоже, вынес, да? Вот телефон. Так, ты куда убежал-то? Нам куда вообще идти? Туда или... Ага, вот сюда он скрылся. Птичка. Ай, кошка, отойди от меня. Блин, кошка у меня какая-то, что-то я не знаю. Вроде взрослая уже. Взрослая самка. Ведет себя как полугодовалый котенок. Что ж с ней стало? Технология Армахин. И вертолет какой-то. Кособокий. Потому и победим. Потому что у нас техника лучше. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Внешний вызов. Питер, это Карло из Good Zone Avionics. Почему вас никто не берет трубку? Мне нужно срочно обсудить с Брэдом накладную, которую он прислал, но он не отвечает. Передай ему, чтобы он срочно перезвонил. Это важно. Спасибо. Сообщений больше нет. Понятно. Но Брэд, видимо, уже не перезвонит. Судя по тому, что тут происходит. Ой, блин. Большое открытое пространство. Ненавижу. Большое открытое пространство. Тихо. Тихо. Блин, что-то как-то не по себе у меня от этого места. Ух ты, скотина. Я так и знал. Я так и знал, что мы с тобой скоро встретимся. Давай, давай, падай, падай, падай. Хе-хе. Ну ладно. Не успел испугаться. Я предчувствовал что-то такое. Так, раз тут Такие пироги пошли, возьмем дробовик. Потому что они, по-моему, его Обожают просто. Ты где, Арчи? Куда ты делся? А, вот же ты. Какого ты? Странные солдаты какие-то. Так, тихо. Я слышу. Ух ты, блядь. Хе-хе-хе. Куда пошел, скотина? Верни мне мои нервные клетки. Верни. Хе-хе-хе. Хорошо. А там еще один, да? О, блядь. Да что ж такое? Не, ну тут я думаю... Тут я думаю, мне простительно материться, да? Так, надо встать в угол. Надо встать в угол. В такие моменты Не материться. По-моему. В такие моменты все матерятся. Ну где ты, где? Ты не шатайся ты. Он, по-моему, там был. Нет? Хе-хе-хе. Давай. Где ты, скотина? Он бежит, бежит, бежит. Где? Вон он. Нравится, нет? Нравится? У меня еще есть. Еще. 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 Готина. Так, все, кажется. Надеюсь. Блин, это не замануха ли какая-нибудь? Так, что у нас здесь? Здесь вот эта вот плохая такая вентиляционная отдушина. Блин, фонарик. Ну не подводи меня. Фух. Да. Это да. Что у нас тут изображено? А, здесь уже в космос или в верхней слое атмосферы кто-то собрался. Ох, три. Охренеть, сейчас будем слушать. Чак Хаббигер. Это Чак Хаббигер. Я проверил показания. Рекомендую заморозить проект России до выяснения причин синхронизации. Общая картина та же, что и в прошлый раз. Однако последствия теперь могут быть гораздо серьезнее. Следующее сообщение. Чак Хаббигер. Я получил твое сообщение. Ты забываешь, что в прошлый раз Феттл был еще ребенком. Тогда мы просто закрыли источник. Но сейчас нам противостоит опытный командир, которому безоговорочно подчиняются сотни солдат. Вместо того, чтобы трястись над графиком работ, подумай о последствиях возможного бунта. Следующее сообщение. Маршал Дизлер. Привет, это Маршал. Я только что звонил Хаббигеру по поводу Персея. То, что он говорит, действительно страшно. Пока есть хоть малейшая вероятность синхронизации, проект должен быть закрыт. В других обстоятельствах я бы посоветовал не пороть горячку, но здесь лучше перестраховаться. Перезвони. Ага. И ведь предупреждали. Предупреждали, что может к этому привести. Но нет, блин. Все вроде бабла. Все-таки они не прекратили проект. И вот что в итоге вышло. Погибли люди. И мы теперь участвуем в этом бардаке. Что с мышкой? Что за мышка? А, ну в принципе обычная мышка. Вот так вот вечно. Хотели как лучше. Получилось как всегда. Так, я, видимо, правильно иду. Блин, дробовик тут, конечно, спасает. Ага. Ага. Там кто-нибудь есть? Хе-хе. Вот и проверили. Тихо. Тихо. Я кого-то слышу. Кто-то где-то здесь определенно есть. Но, блин, эти ниндзя их... Их не видно. Их только по звукам можно услышать. Хорошо, хоть я в наушниках сижу. И теперь сейчас на внешней акустике играл. Она, конечно, звучит получше. Но с определением звука в наушниках все-таки гораздо проще. Блин, много открытых пространств. Ненавижу открытые пространства. Тишина. И тишина. Блин, фонарик. Давай, давай. Выручай. Ничего себе тут. Туда мы пока не пойдем. Дураков нет. Арми Хим Технологи. Ведущий подрядчик. Минобороны. Что там говорили? Где радио? Что-то я все прослушал. А, ну, судя по всему, тут никого нет. И слава богу. Нам идем сюда. Один из вице-президентов корпорации Армахем сегодня утром был похищен вооруженными людьми по пути на работу. Полиция отказывается давать какие-либо комментарии по этому поводу. Все, фонарики. Ой, фонарики, говорю. Журнал с джигурдой. Видимо, он в 2025 году очень популярен. Стал в Америке. Так. Ладно. Броня. Я, видимо, куда-то правильно пошел. Хорошо. Так, что дальше? Видимо, он туда. Тихо, тихо. Тихо, аккуратно. Куда это мы свалились? Так, мне туда никак уже. Все. Ладно. Ага, ага. Ох, сколько вас. Ох. Ой. Ой. Ой, 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 скоты. Изъедини. Изъедини. Так, ну что, блин, какие вы мерзавцы. Что-то мне не нравятся эти звуки. Че-то я на копер встал. Или принтер. Все в одном, короче говоря. Ладно. Блин, да что за звуки? Это такой эмбиент местный. Чтобы это ни было, мне от него чутка не по себе. Блин, неприятные противники, я бы сказал. И тем не менее, мы живы, а не мертвы. Так что, неприятный противник, это я. Окей, грузится. Похоже, Икар прикрыли, чтобы освободить ресурсы для какого-то проекта персей. Известно ли, что его финансировала армия? Сдаётся мне поэтому его солдаты именно тут. Угу. Видимо, государство всё-таки во всём этом виноват. Партия сказала, надо. Армахем ответил, есть. Так. О, тебя пришибло. Да. Незавидная участь. Плакат с непонятным бородачом. Чё-то давно моих прелестей не было. Где усилители-то? Ой, чё-то, блин, большое открытое пространство. Я думаю, там ещё перестрелка будет. Что у нас здесь? Здесь у нас накапало. В потёмках бродим-бродим. Вроде как тишина. Тихо. Не стрелайте. Я Нортон Мэйпс. Я инженер. Что это такое? Штатский. Дай ему передачу. Алло. Ребята, вы кто? Свои. У тебя всё в порядке? Ага. Знаете, тут такое творилось. Ты инженер, так? Можешь устроить мне доступ в местную сеть? Я вам что, сисадмин? Вот что я скажу. Отключите систему охраны, тогда я посмотрю, что можно сделать. Если будет сеть, я смогу отключить её дистанционно. Не сможешь. Она в отдельной сети. Вон там. Зачем тебе надо, чтобы мы отключили охрану? Затем. Вам нужна моя помощь? Цену я назвал. А я тут подожду. Тут у нас толстячок. Хотя он не толстячок, у него просто кость широкая. Так, что у нас здесь? Здесь у нас что-то куда-то ведёт. Туда мы... О, моя прелесть. Как давно я тебя искал. Ага, понятно, где это мы находимся. Так, а это куда ведёт? А, ну всё, понял. За аптечкой ходили. Кто тебя сюда затащил, а? Молоды. Блин, ничего не видно. Низги, как говорится. Не подавись. Чего ждёшь? Не смей так со мной разговаривать. Пинжак. Так, аптечки уже не лезут. Здесь, по крайней мере, что меня радует, эти коллекционируемые вещи полезны. То есть, каждый усилитель даёт серьёзную прибавку. В отличие от того, что кандемы, где мы собирали безмозглых птичек, дохлых, или какие-то пластинки. Да, это маленько помогало, там, раскрыть сюжет. Потому что, если всё собирали, то потом это можно было в меню просмотреть. Но это, блин, как-то было всё притянуто за уши. Здесь прям то, что доктор прописал. Так, сюда мы, видимо, не попадём. Оффлайн. Неплохая комната для отдыха. Чё, нету журнала с жигурдой? Что ж вы такие, а? Опа-па. Что-то мне не внушает доверие. А, подождите. Я знаю, кто тут работал. Да. Так вот, кто у нас фанат, жигурды. Так, что у тебя там на телефоне? Давай послушаем толстячок. Ян Хайпс. Нортон. Это Ян Хайпс. Слушай, эм... Сегодня утром ко мне опять заходила Элис Вейтвей. Мне неудобно об этом говорить, но, может быть, хватит распускать про нас плетей. Мне-то без разницы, но такие вещи привлекают нездоровое внимание ко всему нашей мать. Он вообще-то секретный, ты не забыл. Заранее спасибо. Да, толстячок у нас просто троллил всех, похоже, по-страшному. Распускал сплетни, кто там с кем трахается и тому подобное. Или что-то в этом духе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова